Если двух английских бульдогов, братьев Титуса и Омегу, увидят знаток данной породы, то он страшно удивится. Такого окраса, что называется, в природе просто не встречается. Мы привыкли к собакам англичанам белого окраса, рыжего окраса, может быть, тигровым. А вот эти вот собаки, как вы видите, это черный, с таким вот триколорным окрасом, а вот этот голубой. И буквально несколько лет назад появилась вот такая тенденция, появилась она в Соединенных Штатах Америки. И прежде всего это было связано с тем, что появилась возможность тестирования собак. И вот стали разводить вот такие вот необыкновенные окрасы. Основоположником послужили собаки черно-подпалого окраса, которые рождались иногда от стандартных собак. А уже от них были получены вот более, так скажем, сложные варианты. Это вот голубой и коричневый триколорный окрас. Окрас потомства прогнозируется на основе молекулярного анализа ДНК родителей. У животного берется щечный эпителий или кровь или другой биологический материал, а дальше его исследуют ученые. Дело в том, что в геноме английского бульдога, ну и французского тоже, в принципе-то существует на самом деле огромное количество генов, которые отвечают за разные окрасы. Но вот эти наиболее обычные, наиболее стандартные окрасы, то есть рыжий и окрас тигровый, это окрасы доминантные, которые могут нести в себе, таить в себе много всяких непредсказуемых вещей. Но вот современные методы, современные молекулярно-генетические методы, которые получают распространение все больше и больше теперь, и появилась возможность действительно тестировать собак на наличие отдельных генов, это очень, конечно, важное подспорье для такой работы, потому что мы можем определить в собаке наличие вот этих рецептивных генов, которые уже дальше, так сказать, комбинируя между собой, скрещивая между собой разных производителей, мы можем уже предполагать, что возможно получение щенков какого-то определенного окраса. Когда скрещиваются собаки, носители геномов редких окрасов, результат может быть впечатляющим. Вот таких собак черного триколорного окраса в Европе можно увидеть, а вот голубой триколор – это собака единственная в Европе, но вот таких больше нет. Сейчас идея цветного разведения декоративных пород собак – это последний писк моды. Собаководы, желающие заполучить себе такого уникального носителя цвета, готовы платить за него сотни тысяч рублей. Конечно, это дань моде, то есть вот какое-то время будет существовать мода, будут, наверное, какие-то безумные цены, потому что действительно сегодня щенок голубого окраса в хорошем качестве, в хорошем исполнении, или шоколадная собака, они практически сравнимы по цене половины автомобиля хорошего. Это действительно так, это дорого, потому что единицы. Но пройдет несколько лет, их станет больше, возможно, мода поменяется, может быть, они не будут так популярны, и, конечно, цены будут падать. Показано таки, и профессиональные кинологи смотрят на таких необычных собак с недоверием, но запретить им участвовать в выставках формального повода нет. В стандарте породы английский бульдог не указаны, а красы, которые являются дисквалифицирующими. Англичане до конца, так скажем, не дописали этот стандарт, что дает нам сейчас правовое поле для того, чтобы официально заниматься их разведением, потому что выставочную оценку такая собака получить может. Кстати, отец Титуса и Омеги носит титул интерчемпиона, так что и у этих ребят неплохое выставочное будущее. Есть мнение, что с некоторыми рецессивными генами могут быть связаны гены определенных заболеваний, например, аллопеции или облысения, но биологи эти страхи не разделяют. Если в данной породе мы не наблюдаем каких-то нежелательных признаков, которые сопутствуют этим окрасом, и в данном семействе собак этого нет, и за данным производителем этого неизвестно, то почему бы нет, почему бы не разводить собак такого окраса. До какого же предела можно дойти в такого рода селекции? Ученые утверждают, что, например, получить небесно-голубого щенка все же не получится, а вот шоколадного – пожалуйста. Вот эта большая редкость – это не то, что даже для Европы, для Америки, исключительное животное. Потому что абсолютная чистота цвета, потрясающая симметрия, характер, породные качества. То есть этот щенок, конечно, уникальный. Ну и цена, соответственно, тоже уникальна. Ролла – так зовут это чудо генетики – всего три месяца. Он беззаботно резвится и, конечно, не понимает, почему к нему столько внимания. В Соединенных Штатах был впервые получен такой шоколадный триколорный окрас, но большинство собак имеет более темный цвет. А вот у него как раз такое вот необыкновенное сочетание, такое кофейное. Когда мы его выбирали, то практически пол Америки, кто занимается цветным разведением, они были так опечалены, что эта собака уезжает из Штатов, и они его теряют как производителя, потому что действительно это уникальное цветовое сочетание. Ролла неплохо перенес перелет через океан и быстро адаптировался в России. Наверное, это еще и потому, что у него есть отметины свыше. Собаководы все очень люди суеверные, и бытует такое мнение, что собаки вот с таким пятнышком Будды, они вот более счастливые, приносят удачу. Ну, не знаю, посмотрим, возможно, да, принесет. Счастливый шоколадный щенок уже принес массу положительных эмоций своим хозяевам. Сейчас такая радость доступна только людям довольно состоятельным, но в дальнейшем, когда цветное разведение декоративных собак станет делом обычным, обладателем подобного щенка сможет стать любой желающий. Субтитры создавал DimaTorzok